всем привет меня часто спрашивают какой же нож купить для туризма для походов в лес и я естественно всегда интересуюсь сколько денег человек готов кто-то из моих знакомых там или по интернету потратить на нож ну конечно советовать что-то это дело неблагодарное но обычно я говорю что я бы себе купил тот вот ну и для леса для туризма однозначный выбор это вот этот нож давайте вообще на примере этого ножа разберемся какой должен быть нож для леса на мой взгляд во-первых естественно должна быть геометрия с такими вот спусками в ноль можно сказать скандинавская геометрия да здесь немножко модифицированный вариант есть это тоже очень хорошо ну и во вторых нож не должен быть ломиком посмотрите какой-то тоненький нож 2 и 2 с половиной миллиметра насколько по 2 и 4 десятых нож не должен быть ломиком должен быть хорошим резаком по дереву ну и удобным вправки быстро вправки не надо брать ножи супер стали за несколько тысяч этот нож легко правиться с помощью самого обыкновенного примитивного мусата керамического есть видос у меня на канале то еще не знает что это заходите ссылку внизу оставлю чем он хорош чем хорош вот этот нож для новичка тем что его наточить очень очень легко потому что точится он вот по вот этой поверхности то есть прикладываем его до находим угол и правим то есть этим ножом можно и банки открывать и все что угодно потом просто подправить но такому сатике и пользоваться дальше стали на нем нержавеющая довольно мягкая но в принципе есть ножи финки из углеродки тоже из мягкой тому что порезу больше нравится мне больше нравится нержавейка она продуктом вкуса не дает никакого поэтому мой выбор однозначно нержавейка так про клиночек разобрались да не лом вот вы когда покупайте себе вот допустим вот этот нож ну и вы как бы с ножами с качественными особо дела не имели да вы повторите три раза про себя нож для реза нож для реза нож для реза и запомните это нож для реза это не ломик есть всегда топор который можно что-то отрубить что-то проковырять какую-то дырку нож для реза и нож нужно уважать когда он вам прослужит очень долго ну что ж рукоятка здесь смотрите толстенькая да сейчас последнее время вот что-то производитель ножей все тонкие рукояти какие-то ставят вот bear grills ножи например я недавно пришел пощупал магазин такие тонкие ручки жесть просто те кто попользуется вот таким ножом они просто не захотят переходить на тонкие ручки потому что это рукоять идеально заполняет ладонь ножик мора бушкрофт форест если я еще конечно не назвал видео любители вот этих шведов но недорогих вот тысячи четыре тысячи полторы тысячи рублей конечно могут сказать лучше этой модели это мора 2000 тут вот два таких лагеря два мнения мне вот эта модель лучше легла в руку эта рукоять мне показалось поудобнее чем у мора 2000 подостойнее клинок абсолютно такой же на мора 2000 ну и разница естественно в ножнах посмотрите на вот эти ножны смотри какой у них подвес совершенно свободный болтающийся ничего не мешается именно такие должны быть такими должны быть нужны для ножа в лес ну смотрите во первых есть у вас рюкзак небольшой там сидорог но естественно нож вот здесь вот нужно мешать не будет можно на шее носить но это отдельная тема естественно нож не будет здесь мешать если вы носите рюкзак там 30 литров какой-то у них пояс чисто номинальный чтобы рюкзак не болтался поезд застегивается вот тут тоже мешать не будет но если вы носите туристический рюкзак нормальный уже с нормальным подвесом то нож мешает хотя вот сегодня я ходил с рюкзаком там было килограмм 15 и пройти надо было недалеко километров 5 я нож просто не снимал застегнул здесь пояс ничего такого вот так вот ничего такого мне там не намял не мешал если нормальный переход рюкзаке 40 килограмм обязательно перекладывайте нож в рюкзак ну здесь не быстросъемные крепления существуют быстросъемные крепления для вот этих ножей ну мор бушков поэтому тут растягиваем пояс до снимаем следующий момент это вот чтобы нож имел свободный подвес то есть сели встали за что-то зацепились все ничего не мешает ну и конечно нож просто удобно просто удобно доставать до ставить когда он под таким углом по крайней мере мне когда он может вот так изгибаться так некоторые производители ножей просто делают фиксированные ножны вот такие вот которые никуда не гнутся это никуда не годится совершенно вот ну в общем нужно прикольно этого ножа на мой взгляд чуть лучше чем у мора 2000 идем дальше цена ножа этот нож я его покупал сам за 17 евро в финге вообще какие-то копейки на самом деле у нас в россии просто у барыг накрутка ну вот тут еще такой момент мора 2000 стоит примерно столько же но на мора 2000 бывают подделки вот на этот нож я подделок еще не видел на муру бушков форест есть моделька мора бушков форс это весь клинок с такой вот геометрии да здесь кончик чуть сужен и соответственно кончик более изучен в этого ножа то есть он по продуктам хорош в основном где используется нож по продуктам ну и что-то там подрезать починить отрезать ну и поэтому вот он идеальный нож для леса мой топ-1 можно сказать мора бушков ну и естественно также это все к море 2000 относится в какой-то степени вот принципе все подписывайтесь на канал тактикал плюс будет еще очень много интересного увидимся в следующих видео а Продолжение следует...